Вот, чистота ровно 2 мегерта от этого. В общем, у антенны сперва было 1933 мегагерца, и антенна вот так сжала и стала 2 мегагерца. Немножко. Буктор можно потянуть на 2,3 мегагерца. Продолжение следует... Наверное, немножко гнило это поле. Продолжение следует... На полевом транзисторе 600 вольт 1,1 Ом. Горячий. Катчер работает. От этого преобразователя я этим резистором сделал ограничен ток, чтобы он не мог сгореть. Если ток слишком большой пойдет, просто снизится напряжение. Вот, аферитиком нужно подстроить чистоту. Я засуну. Выставить какую надо чистоту. Только нужно аферит применять высокочастотный. Этот у меня не высокочастотный. Он сильно нагревается. Нужно где-то проницаемости 250. Они там на мегагерцах. А вот эти 2000 они на килогерцах предназначены работать. Только тогда побольше можно ставить, чтобы он уже немножко теплый. Думаю, ничего страшного, что он греется. Просто немножко в тепло уходит несколько энергий. Вот теперь вроде бы 3 мегагерта. В таких широких пределах можно менять частоту. Вообще тут можно поставить более низко умные транзисторы. Если, например, ERF640 он будет меньше греться. Или ERF630 на 200 вольт. Все равно 30 вольт поддается. Такого высокого напряжения не надо. А то теперь он на 600 вольт. Я тут просто найти на 200 вольт я бережу, потому что у меня их мало осталось. Эти ERF640. Таких у меня немало. Правда, очень горячий этот транзистор. Он примерно так само греется, как и вот этот. Более эффективно у него кранты покруче. А вот там вот транзистор моего блока питания самодельного. Вот он в изоляционном корпусе. Он 600 вольт и 1,3 Ом. Поэтому я могу рукой дотрагиваться и не ударить. Такой тёплый радиатор. Не нырячий. Вот у меня таких много. Это ОСКУПЕ. ФЦПФ 11Н60. Ну как бы поделка ФЦПФ 11Н60. Это не поделка тех транзисторов. Потому у них 1,3 Ом. В оригинальном должно быть 1,6 Ом. То есть 0,6-0,3 Ом. Сокративными. Ну и на этом поделке даже хорошо работает. И он тут визоляционный корпус. Тесла не для каких качеров. Тесла не очень годится. Потому что тепло он нехорошо отдает. Если будет сильно греть. Вот этот оригинальный. P6NK6.0 Вот он. 1,1 Ом. Вот такой стоит. И 600 вольт тоже. Он примерно как и тот. Так само работает. Может даже тот меньше. Потому что его затвора сопротивления меньше. У него динамических потерь меньше. Переключается быстрее. А этот кажется на 500 вольт. А этот на 600 вольт. И поэтому еще. Может поэтому еще этот меньше греется. У него выброс там не бьет. Вот подиоды внутри не мыли. Как бы меньше нагревает. Вот потребление. 4 с чем-то амперы и 30 вольт. Это где-то больше 100 вольт. Вот питание выдает. Он тут долго работает. Он так особо сильно не греет. А тут транзистор. Вот это 60 ватт. Вот 60 ватт, 116 ватт и 53 ватт. Ну вот, конечно, пропускание через катушку идет. Вот три витка. Вот как бы откачивать. Сейчас тут можно менять пределы больше. Как бы тут еще похоже, что чего-то надо. Изменять одну частоту катера. Вот я от двух мегагерц по четырех поменял. И нигде ничего не совпало. Никакого не заработал. Вот этот очень горячий. Он был держать в руках даже. Я нагрелся, Ирина. Вот он проплавил. Даже тут ямку. В этом пенопласте у меня вот тоже нагревался. Этот вот индуктор. Он вот тут поплавился раньше. Тут пенопласт был с обратной стороны. Вот теперь выбрал этот 1,7 мегагерц. 176. Теперь. Помните. 2,3 мегагерца. А теперь я антенну разгляну. А теперь я антенну разгляну. 1,8 мегагерц. И вот теперь стала частота. 1,8 мегагерц. И вот теперь стала частота. на 200 кГц. На 200 кГц почти изменилась. Не съехала она вот. Расстанут антенну. а также снова добавляю. Даже теперь горячая, мы можем держать в руках этот фериль. еще не осталось по питание идет вот плюс плюс идет 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 входит дроссель из дросселя идет в среднюю точку но тут у меня двойным намотано потом в среднюю точку сведено тут 10 нанофарад конденсатор я пробовал 10 нанофарад потом еще электроличительский без электроличительского очень много потребляет кпд совсем низкий транзисторы греются лампы горят очень слабо потому только очень все ухудшается поэтому поставил еще электроличительский фири тоже такой своплый ну видимо от перемагничивания греется вообще-то наверное без этих резонанса без этого он бы не грелся но еще тут не эффективно так этот вообще-то нужно было бы вот тут намотать одно плечо отцепилось а 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 Пока чернень не работает. Он горячий. Он горячий. Он горячий. Он горячий.